и цвет картины бирюза полностью избавишься от белого слякотный замес именно слякотная сметана не не густая а именно слякотная полностью избавишься от белого полностью лежачая к холсту кисть треховательно вот слякотный замес когда ты его сделаешь ты возьмешь тряпочку свернешь ее фигушкой фигушкой и распределишь все что ты положила тряпочкой равномерно то есть я на участке а ты все то есть везде наложить эту сляку наложишь слякоть второй цвет который у нас здесь важен . кто-то выдавил только голубой и там и там а можно ультрамарин потом возьмешь розовиночку и прямо в это ну скажем вот в небе вот по такой траектории заходят облачка да прямо в это прямо в это вот так занесешь эти облачения вот так занесешь вот это вот это отражение вот так все будет мягко-мягко рыжие цвета придут после того когда ты вытришь чуть-чуть в эпицентре рыжего и уложишь густо вот этот розовый и желтый уложишь вот по такой траектории и потом уже будешь высветлять вот прикольно именно раздавленная краска будет лежать сиятельно значит вытереть сейчас все что я положу вытереть и заложить бирюзовый давай здесь темно можно вообще вот так вот смудло набирать все больше не разжижаем да то влага который у нас на холсте нам ее предостаточно поэтому набрала потянула вылетела из холста потянула вылетела потянула вылетела то есть не отсюда набираем вот эту местность набрать 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 линию горизонта сделаем выше как и там наберешь 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 здесь наберешь наберешь тоже толкнешь и дальше у нас вот этот цветик сейчас я тебе выдавлю вот этот цветик возьмешь и с белильцами можно чуть-чуть с желтильцами но сном с белильцами прямо вот в это настроение загонишь вот так вот так когда ты это все накидаешь в отражение ты возьмешь рукой совершишь вот эти действия то есть вот эти действия это все подвести в раскрытие тут есть вот это того как повесишь и у тебя появится идея отражения которое будучи перерубленным перерублены какими-то звуками горизонтальными сформируется как плоскость еще у нас здесь будет задействована пустая кисть который мы потом тоже немножечко до совершил умутнение то есть не кистью с краской а кистью без краски до совершим мутность приличное отражение напомню что здесь мы сначала тряпкой и мастихином подтерли и раздавленную краску закладываем там вдоль отражения вдоль горизонта если будет что-то красивое складываться но не совсем как там бережем ты согласна что вот красивый звук расскажу и здесь можно можно не обязательно вытирать можно мастихином просто выдрать лишнюю краску чтобы она не лезла на красный и потом ее вот так раздавливая уложить потом добавим желтиночку она еще там прозвучит и вплоть до того что открытый желтый с белильцами должен будет поставить этому логично да то есть будет его такая рыхлятина и раздавленность немножко с висячим настроение чуть-чуть с уходящим хорошо и не только стрелы видно хотя там стрела видно но лучше вот с легким висением так вот эти вот все-таки мало у нас этого вещества да ну ладно еще будем добавлять вот они темноты голубой розовый вот они темноты палец чем хорош он дымчатую среду очень очень честненько выдает там не только дымчатая там есть и обостренности но сначала дадим дымчатую она у нас сразу прозвучит а потом еще прибавится уточнить уточнительная сейчас кистью вот появится чуть-чуть краешечки и даже торчащие от но смотри несколько кусти 100 до поэтому сначала пальчиком а потом прибавишь вот эти торчалочки внизу у нас темненькая тоже вот так деликатненько подштрихуешь подштрихуешь и тоже в дымчатое состояние загонишь в дымчатая загонишь загонишь вот они наши дымочечки и чуть-чуть пальчиком раз и дымочек там вдали еще есть само море с его штормиком небольшим голубенький беленький и вдоль линии горизонта вот это состояние вот это состояние то есть чирк и человек вот такое состояние дальнего взбудораженного моря и темноты там будут и темноты чирк и человек можно даже немножко вывести потому что люди не поймут это удаление объектива можно даже чуть-чуть вывести сюда чуть-чуть оставляют оставляя отражение и чуть-чуть вывести волну ближе к нам кистью немножко подополним веществом краски вот эти места деликатно ощупывая чтобы попасть в тональность попробовала но близко чуть-чуть добавишь вещества и тоже может быть мягенького так в дымочек загонишь хорошо здесь внизу похожим образом голубенький можно плюс слегка коричневенький грязноватый такой цвет чуть-чуть подложишь но мало красочки мало много не надо вот в такую мглистую хорошо вот она давай так чуть-чуть сделаем зигзагиком чтоб он не был шляпкой чуть-чуть зигзагом зигзаг это сразу уходит вдаль то есть выгодная штука зигзаг не белый а вот такой такой и тому подобное самый светлый это источник света спорит не должен ладно так хорошо так наверно все таки напустить вещества вещества напустить красный красный положить а потом все снова повесить повесить хорошо возможно эту краску потом тоже плотненько положим и несколько заслоним как мы здесь заслоняли темным заслоним светлым здесь плотно положим а потом несколько заслоним вот это вот я сейчас делаю да да обязательно готов орошательное состояние и цветиков понакидать вот они тут всюду давай молоденько ты видишь взял сухую кисть чуть-чуть вещества вот 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 Вытрем из кисти максимум краски. Возьмем, растопырим кисть и чуть-чуть опять создадим чуть-чуть идею повисшести отражения. Теперь возьмем немножечко еще, то есть при общем характере висячести, чуть-чуть даже может быть просто от сбития направления. Появились вот эти вот глянцы горизонтального характера. И даже если на фотке этого нет, лучше это дать, потому что от этого сразу понятно о чем речь. То есть два основных направления. Одно вертикаль отражения, другое горизонталь плоскости. Появилось вот некое звучание. Плюс, например, более уже внятные полосочки. Такие бреющего характера. Поехали. Добавляем, они пром South. Субтитры сделал DimaTorzok Струнный характер пены, водяной этой взбудораженности. И постараемся максимально ровненьким сделать горизонтик. Чтобы было точно и ясно, что это линия горизонта. Если, допустим, кисть от руки не произошла, линия горизонта внятна, то можно взять скотч малярный и довести эти дела дома. Ну, скажем, приклеить пострадает. Но если от руки не произошло, лучше пострадает, а потом еще раз сделать. Но зато будет. Потому что в данном случае линия горизонта у моря должна быть ровненькая. Вот, вот это поднятие сейчас чуть-чуть удалим. Видишь, я сначала прогнал краску. Выровнял линейку. Потом сполоснул кисточку. Взял красной. Вдоль линии горизонта можно чуть высветлить вот эту часть. Вот эту щель. Там обычно светлее. Есть такое, да? Вот туда в щель пошли километры расстояния. Так. Так. хорошо работаешь все у тебя ладненько может не самая выразительная картиночка работаешь очень хорошо можно чтобы не было так одиноко облаку сделать ему несколько приятелей вот таких то есть тоже туда куда-то на удаление я собственно делаю то что можно было бы не делать потому что красиво но должен же что-то делать смотри я чуть не создал идею усилил идею ухода в перспективу выгодный ход то есть крылообразное облако конечно но только не здесь это это там где мало воды там где чуть больше воды это затопленность песка и прочего а там где больше воды там уже уже волны поэтому мы в это место где больше воды во во-первых чуть-чуть подложим еще чевятов соединилась одно с другим опарусничек показать глобальность ну да 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 океан и чтоб он не выглядел с испачканностью мы дадим целую компанию понятно да что мы не выглядел нечаянной пятно который художник просто не приметил и вот вот Смотрите продолжение в следующей серии. Ну вот они сюда наступают, нужно еще чуть-чуть выдать этих полосочек песка, здесь песок обнажается, чуть-чуть вот этот уход, перспективку. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... То есть если до этого все было вертикально, поскольку отражение, то это уже с этим уклоном, поскольку песок. Ну, по-моему вот так. Спасибо.